Привет всем трудоголикам, которые с любовью изучают немецкий язык. Меня зовут Дали и спасибо, что вы сегодня вновь со мной на моем канале Язык Гёте и Ницше. Сегодня мы будем разбирать с вами видео. Я выбрала видео с канала Sprouts, очень люблю этот канал и всем, кто изучает немецкий язык, советую обязательно смотреть данный канал. Их видео я выбрала сегодня, потому что мне очень понравилась лексика. Там довольно интересная комбинация слов, которая, я думаю, известна будет людям уже с уровня B1. Довольно простое построение предложения. Я считаю, что это поможет вам лучше понимать содержание видео. И, конечно же, дикция очень понятная, четкая. Кому хочется посмотреть видео в оригинале, ссылочку я скину в описании под видео. И да, не забывайте, что у меня очень много разных видео. Находить их в общем списке довольно трудно, а у меня видео с уровня A1 до B2, а также разбор документальных фильмов, песен, интенсивное чтение, моя новая рубрика. Все это находить в общем списке довольно трудно, поэтому ищите материал по плейлистам, все плейлисты подписаны. И так вы с уверенностью найдете то, что вам нужно. Как мы работаем для тех, кто сегодня с нами в первый раз? Сначала вы прослушиваете некий отрывок из видео самостоятельно, без подсказок и субтитров. И затем тот же самый отрывок мы прорабатываем с вами вместе, но уже с моими субтитрами, объяснениями, комментариями и тому подобное. Ну что, сейчас начнется первый отрывок. Слушайте внимательно, попытайтесь выудить как можно больше информации. Субтитры создавал DimaTorzok. Негативная Freiheit Продолжение следует... Er mag die Behörden nicht. In Freeland gibt es hohe Steuern für das Gesundheitssystem. Frank fragt sich, warum er für andere zahlen soll. Er wünscht sich Freiheit von diesen Steuern. Isaiah Berlin unterscheidet in seinem Buch zwei Freiheitsbegriffe zwischen negativer und positiver Freiheit. Negative Freiheit beschreibt die individuelle Freiheit von etwa, von äußeren Zwängen und von Einmischung. Isaiah Berlin unterscheidet in seinem Buch zwei Freiheitsbegriffe zwischen negativer und positiver Freiheit. Isaiah Berlin различает в своей книге два понятия свободы между negativной и позитивной свободой. Глагол unterscheiden, etwas unterscheiden, сильный глагол unterscheiden, unterschied, hat, unterschieden. In seinem Buch, в своей книге, начальная форма, das Buch, zwei Freiheitsbegriffe, два понятия свободы. Существительный der Freiheitsbegriffe состоит из двух слов, а именно die Freiheit, свобода, und der Begriff, какое-то понятие zwischen negativer und positiver Freiheit, между negativer und positiver Freiheit, между negativer und positiver свободой. Существительный der Freiheit, вы уже знаете, свобода. Негативная Freiheit beschreibt die individuelle Freiheit von etwas, von äußeren Zwängen und von Einmischung. Негативная свобода описывает индивидуальную свободу от чего-либо, от внешнего давления и от вмешательства. Глагол beschreiben, что-либо описывать, beschreiben, beschrieben, beschrieben, von etwas, от чего-либо. Von äußeren Zwängen, от внешнего давления, либо принуждения. Существительное der Zwang в начальной форме мужского рода и обозначает как раз-таки какое-либо давление, либо принуждение к чему-либо. Существительное правление и обозначает, что-либо обозначает. В обществе существительное die abwesenheit, отсутствие, die barriere, barriere и das verbot, запрет. Существительное die Gesellschaft в начальной форме переводится как общество. Пойдем дальше, к следующему предложению. Позитивная свобода обозначает свободу что-либо предпринимать, действовать по собственной воле, контролировать свою жизнь. В первой части, что нам неизвестно? В первой части, я думаю, уже известно вам все. Единственное, что глагол bedeuten, etwas accusative bedeuten, что-либо значить, обозначать. Слабый глагол bedeuten, bedeuten, had bedeutet. Затем глагол etwas tun, я перевела как предпринимать что-либо. Конечно же, более распространенное значение, что-либо делать. Глагол tun, это сильный глагол. Tun, tat, hat getan. Nach eigenem willen zu handeln. Действовать по собственной воле. Вот эту комбинацию обязательно стоит запомнить. Nach eigenem willen zu handeln. Устойчивая фраза. Напомню еще раз. Действовать по собственной воле, по собственному желанию. А, да, существительное der wille в начальной форме само по себе мужского рода. Sein Leben zu kontrollieren. Контролировать собственную жизнь. Существительное, вернее, глагол контролieren. Существительное контролировать, контролировать, had контролировать. Es ist die Macht, trotz структура грэнзен, in der Gesellschaft voranzukommen. Кlingt verwirrend? Verdeutlichen wir den Unterschied, mithilfe von zwei fiktiven Personen. Das ist Frank. Er lebt in Freeland, mit seinen Kindern und seinen Gewichten. Es ist die Macht, trotz структура грэнзен, in der Gesellschaft voranzukommen. Эта сила продвигаться вперед в обществе, несмотря на структурные ограничения. Es ist die Macht. Существительное die Macht переводится как сила, либо мощь. Trotz структура грэнзен, несмотря на структурные ограничения. Структурель, структурные эти грэнзен, это граница, либо в данном контексте ограничения. In der Gesellschaft, в обществе voranzukommen. Начальная форма vorankommen, продвигаться вперед. Сильный глагол vorankommen, kam voran, ist vorangekommen. Klingt verwirrend. Звучит запутанно, либо непонятно. Verdeutlichen wir den Unterschied, mithilfe von zwei fiktiven Personen. Давайте посмотрим на примере разницу с помощью двух фiktивных личностей. Глагол verdeutlichen, изучить, посмотреть, что-либо, либо рассмотреть, что-либо на примере. Verdeutlichen, verdeutlichte, hat verdeutlicht. Ещё раз, рассмотреть, изучить, что-либо на примере. Der Unterschied, разница различия. Mit Hilfe, с помощью, von zwei fiktiven Personen. С помощью двух фiktивных личностей. Начальная форма, die Person. Das ist Frank. Это Frank. Er lebt in Freeland mit seinen Kindern und seinen Gewichten. Он живёт во Freeland со своими детьми и со своими гирями. Freeland – это выдуманное наименование какой-то страны. Das Kind, начальная форма, ребёнок. Здесь у нас дательный поддержь множественного числа. Und mit seinen Gewichten. Das Gewicht, начальная форма, у данного существительного есть значение, либо как вес, но в нашем контексте это гиря. Dann gibt es Lilly. Sie lebt in Liberty, schätzt Gerechtigkeit und möchte Richterin werden. Она живёт в Liberty, ценит справедливость, и ей хотелось бы стать судьёй. Leben lebte, hat gelebt, жить. Schätzen, schätzte, hat geschätzt, ценить что-либо. Существительная die Gerechtigkeit переводится как справедливость. И существительная Richterin переводится как судья. Richter – это мужской род. Der Richter – судья. Die Richterin – судья в немецком женского рода. Обратите на это внимание, потому что в русском языке этих различий нет. Beide schtossen auf viele Hindernisse. Oba сталкиваются с многочисленными препятствиями. Очень хороший глагол – auf etwas, akkusativ, schtossen. Наталкиваться на что-либо, либо сталкиваться с чем-либо. Глагол schtossen – это сильный глагол. Schtossen – schtießen. Ist gestossen. Очень важно – schtossen auf etwas, akkusativ. На многочисленные, на множественные препятствия. Множественные, многочисленные – это у нас viele. И существительное – das hindernis, препятствия. Здесь форма множественного числа. Для Франка самое важное – это его здоровье и его семья. Самое важное, превосходная степень, это у нас am wichtigsten. От наречия wichtig, либо прилагательного, важный, либо важно. Он рано встает, тренируется и отводит детей в школу. Уф – это у нас отдельная приставка. Глагол – aufstehen. Вставать – aufstehen, stand auf, ist aufgestanden. Итак, он встает рано, тренируется, тренируется, тренирует, тренирует, hat тренирует и bringt die Kinder zur школе и отводит детей в школу. Бринген, брachte, hat gebracht. У данного Глагола есть значение и приносить, и отводить. У нас здесь больше подходит перевод отводить. Он встает на участие и обучение. Er mag die Behörden nicht. In Freeland gibt es hohe Steuern für das Gesundheitssystem. Frank fragt sich, warum er für andere zahlen soll. Er wünscht sich Freiheit von diesen Steuern. Er achtet auf Ernährung und Bildung und missbilligt Menschen, die beides vernachlässigen. Er achtet auf Ernährung und Bildung. Er achtet auf Ernährung und Bildung. Er achtet auf Ernährung und missbilligt Menschen und missbilligt Menschen und missbilligt Menschen. Glagol jemanden akkusativ missbilligen переводится как осуждать, не отобрять кого-либо. Missbilligen, missbilligt, er hat missbilligt. Die beides vernachlässigen. Die, которые этим пренебрегают. Beides – это оба, если переводить дословно, но, конечно же, это не обозначает оба, это обозначает этим. То есть питанием и образованием. Те, кто этим пренебрегает, того он не одобряет. Пренебрегает – это у нас глагол etwas akkusativ vernachlässigen. Vernachlässigen, vernachlässigte hat vernachlässigt. Er mag die Behörden nicht. Он не любит властей. Die Behörde – начальная форма – это некая структура, организация, если дословный перевод, недословно здесь именно структура, организация обозначает власть. И опять у нас здесь глагол mögen. А mögen mochte, hat gemocht. In Freeland gibt es hohe Steuern für das Gesundheitssystem. во Freeland – высокие налоги на систему здравоохранения. Die Steuern – налоги, hohe Steuern – высокие налоги. Das Gesundheitssystem – система здравоохранения. Frank fragt sich, warum er für andere zahlen soll. Frank задаётся вопросом, почему он должен платить за других. Sich Fragen fragte, hat gefragt. Задаваться вопросом, спрашивать. И глагол zahlen – платить, оплачивать. Zahlen, zahlte, hat gezahlt. И также у нас есть модальный глагол zahlen. Долженствовать, должен, zahlen, zölte, hat gezolt. Er wünscht sich freiheit von diesen Steuern. Он хочет свободы от этих налогов. Sich etwas wünschen. Есть перевод как желать чего-либо. Но также данный глагол обозначает и схожее синонимичное слово хотеть чего-либо. Sich wünschen, wünschte, hat gewünscht. Свободы von diesen Steuern. От этих налогов. Frank trainiert gerne abends vor seinem Haus, wenn seine Kinder im Bett sind. Кürzlich verbot Freeland das öffentliche Training nach 22 Uhr. Frank findet, das geht die Regierung nichts an. Er will Freiheit von solchen Gesetzen, die seine Freizeitgestaltung einschränken. Und es gibt noch etwas. Frank mag keine öffentlichen Schulen. Er hält sie für nutzlos und würde seine Kinder lieber zu Hause unterrichten. Aber in Freeland ist Homeschooling illegal. Frank findet das empörend und wünscht sich Freiheit von Schulpflicht. Schließlich hat er genug und zieht nach Liberty, wo die Steuer niedriger und die Regierung kleiner ist. Dort glaubt er, mehr Freiheit von äußeren Zwängen zu haben. Lilly ist bereits dort und fühlt sich gefangen. Lilly brach sich kürzlich das Bein. Sie braucht eine Operation, aber Behandlungen sind in Liberty teuer. Für die Bezahlung muss sie einen Kredit aufnehmen. Sie findet das System unfair und hat nicht die Freiheit auf bezahlbare Gesundheitsversorgung. Frank trainiert gerne abends vor seinem Haus, wenn seine Kinder im Bett sind. Kürzlich verbot Freeland das öffentliche Training nach 22 Uhr. Frank findet, das geht die Regierung nichts an. Frank trainiert gerne abends vor seinem Haus, wenn seine Kinder im Bett sind. Frank trainiert gerne abends vor seinem Haus, когда его дети уже в постели. Я думаю, что в данном предложении все известно. Повторюсь, лишь trainieren, trainiert er hat, trainiert. Kürzlich verbot Freeland das öffentliche Training nach 22 Uhr. Недавно Freeland Frank findet, Frank findet, das geht die Regierung nicht an. Frank считает, это не касается правительства. Find, fand, hat, gefunden. Schätät, полагat, иметь мнение, то есть Frank считает. An это отделяемая приставка глагол звучит как etwas аккузатив angehen, касаться чего-либо. Angehen ging an ist angegangen. Так, это правительство не касается да существительна die Regierung соответственно правительства. Er will Freiheit von solchen Gesetzen, die seine Freizeitgestaltung einschränken. Und es gibt noch etwas. Frank mag keine öffentlichen Schulen. Er hält sie für nutzlos und würde seine Kinder lieber zu Hause unterrichten. Aber in Freeland ist Homeschooling illegal. Er will Freiheit von solchen Gesetzen, die seine Freizeitgestaltung einschränken. Und es gibt noch etwas. Er will Freiheit von solchen законen, die ограничат seine Formation oder seine Formation aus свободного времени. Und es noch etwas. Er will Freiheit von solchen Gesetzen планирование им своего свободного времени. Существительная Freizeit обозначает свободное время. Я думаю, die Gestaltung в значении планирования больше подходит, хотя это не самое распространённое значение, которое вы найдёте в словарях. Но у существительного Gestaltung нет однозначного чёткого перевода на русский, потому что в русском языке нет более-менее подходящего понятия. Die Gestaltung это именно форма проведения, форма образования, форма проведения, форма планирования. Если вы прочувствуете данное содержание, я думаю, более понятно будет нутро этого слова. Получается его форма образования, его форма планирования свободного времени, скажем так. Глагол einschränken ограничивать что-либо, слабый глагол einschränken schränkte ein hat eingeschränkt. Und es gibt noch etwas. И есть еще кое-что. Frank mag keine öffentlichen schulen. Frank не любит государственные либо общественные школы. Öffentliche schule, общественные школы, что в принципе по-другому обозначает и государственные школы, потому что общественные школы оплачиваются государством. Начальная форма де шуле школа. Er hält sie für nutzlos und würde seine Kinder lieber zu Hause unterrichten. Aber in Freeland ist homeschooling illegal. Он считает их бесполезными и хотел бы обучать либо преподавать своим детям на дому. Но во Freeland домашнее обучение illegalно. Нутслос бесполезный er hält sie für nutzlos он считает их бесполезными. Глагол für etwas akkusativ halten считать за кого либо держать за кого либо für etwas akkusativ halten hielt hat gehalten сильный глагол und würde seine Kinder lieber zu Hause unterrichten. И хотел бы лучше своих детей обучать на дому. обучать то нас unterrichten. Unterrichten unterrichtete hat unterrichtet. Zu Hause сад вествена на дому. Aber im Freeland ist homeschooling illegal. Illegal. Нелегал на homeschooling англицизм домашнее обучение. Frank findet das empörend und wünscht sich Freiheit von Schulpflicht. Schließlich hat er genug und zieht nach Liberty, wo die Steuern niedriger und die Regierung kleiner ist. Dort glaubt er mehr Freiheit von äußeren Zwängen zu haben. Frank findet das empörend und wünscht sich Freiheit von Schulpflicht. Frank считает это возмутительным и ему хотелось бы свободы от обязательного школьного образования. Итак, Frank findet das empörend опять у нас глагол etwas accusative Итак, в конце будет меньше свободы вернее больше свободы от внешнего давления fangen fing hat gefangen sich fühlen чувствовать себя пойманной но в русском языке есть красивая фраза чувствовать себя в ловушке und sie ist bereits dort она уже там Lili brach sich kürzlich das pein sie braucht eine оперación aber Behandlungen sind in Liberty teuer Lili недавно сломала себе ногу Ей нужна операция но лечение в Liberty очень дорогое sich etwas brechen сломать себе что либо brechen брach hat gebrochen das Bein вы видите начальная Formа среднего рода существительной и кürzlich недавно sie braucht eine оперación она нуждается в операции brauchen etwas akkusativ brauchen braucht er hat gebraucht aber Behandlungen sind in Liberty teuer но лечение в Liberty дорогое обратите внимание что существительная Behandlungen здесь во множественном числе это такое сильное отличие от русского языка в русском языке лечение не используется во множественном числе в немецком языке можно как единственное так и множественное число обратите на это внимание Для оплаты ей нужно взять кредит обязательно обратите внимание на комбинацию einen кредит aufnehmen очень хорошая фраза для повседневной жизни глагол etwas aufnehmen взять кредит сильный глагол aufnehmen нам auf hat aufgenommen существительная der кредит уже соответственно по артиклю вы видите мужского рода кстати у глагола aufnehmen есть много других значения я по этому поводу делала много коротких видеошортов так называемых одно из его самых распространенных значения aufnehmen как делать фотографию либо снимать видео ein видео aufnehmen oder ein Bild aufnehmen die bezahlung соответственно облада и у нас также есть модель глагол müssen müssen musste hat gemуст sie findet das System unfair und hat nicht die Freiheit auf bezahlbare gesundheitsversorgung она считает систему несправедливой и у нее нет свободы на доступное медицинское обслуживание тоже очень хорошая фраза bezahlbare bezahlbare gesundheitsversorgung вообще bezahl это конечно же оплачивать bezahlba оплачиваемый если переводить прямо дословно но также и дословное но не сразу наверное логически понятное значение это доступный bezahlba это именно доступный то что вы можете оплатить то что вы можете получить и комбинация bezahlbare gesundheitsversorgung оплачиваемый либо доступный медицинское обслуживание очень хорошая комбинация она считает систему несправедливой и все остальное нам ясно Die Ungerechtigkeit erinnert Lilly таг один Tag aus daran dass sie Richterin werden will aber ihre Familie ist arm und sie kann sich die Studien Gebühren nicht leisten Ein weiterer Kredit macht ihr Angst schließlich fühlt sie sich nur noch frustriert und verbittert sie glaubt dass sie keine Freiheit hat ihre Träume zu verfolgen Lilly ist in Liberty unglücklich und zieht nach Freeland mit einem stärkeren Sozialsystem ein Ort an dem sie die Möglichkeit hat ohne Rücksicht auf strukturelle Einschränkungen in der Gesellschaft zu handeln Befürworter negativer Freiheit sympathisieren mit klassisch libertären Gedanken sie sehen den Staat als Zwang der individuelle Freiheit einschränkt sie bevorzugen eine kleine Regierung mit wenig Steuern und Regulierungen Befürworter der positiven Freiheit identifizieren sich meist als Sozialliberale sie wollen meist einen großen Sozialstaat der für eine gerechte Umverteilung des Wohlstand sorgt und gleichen Zugang zu Chancen bietet Die Ungerechtigkeit erinnert Lilly Tag ein Tag aus daran dass sie Richterin werden will aber ihre Familie ist arm und sie kann sich die Studiengebühren nicht leisten Ein weiterer Kredit macht ihr Angst schließlich fühlt sie sich nur noch frustriert und verbittert Die Ungerechtigkeit erinnert Lilly Tag ein Tag aus daran dass sie Richterin werden will aber ihre Familie ist arm und sie kann sich die Studiengebühren nicht leisten Nespраведливость напоминает Lilly изо дня в день о том что она хочет стать Sудьей но ее семья бедна и она не может позволить себе оплату за обучение Die Ungerechtigkeit Несправедливость erinnert Lilly напоминает Lilly jemanden an etwas akkusativ erinnern напоминает что-либо кому-либо слабый глагол erinnern erinnerte hat erinnert изо дня в день Tag ein Tag aus das что sie Richterin werden will что она хочет стать Sудьей wollen wollte hat gewollt у нас есть модальный глагол но ее семья бедна и она может позволить себе оплату за обучение глагол «сих etwas leisten» позволяет себе что-либо «сих leisten» «Leисте» «hat geleistет» и существительная die Studien gebühren состоит из двух частей именно «die Gebühr оплаты и студия» здесь такой корень это обучение получается оплата за обучение «Ей weiter кредит macht ihr Angst» «Еще один кредит ей страшен» на русском языке мы переводим как «Ей страшно» «Я от этого страшно становится» в немецком языке это у нас глагол «мachen» «Я ман Angst мах пугать кого-либо» да можно сказать что еще один кредит пугает ее начальная форма «die Angst» «schließlich fühlt sie sich nur noch frustriert und verbittert» «на чувствует себя лишь только разочарованной и озлобленной» «ну нох» это у нас комбинация переводящаяся как только frustriert разочарованной и verbittert и озлобленной» «си глаудит» глаудит 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 Она считает, что у нее нет свободы, следовать за своими мечтами. Если на русском мы говорим «за своими мечтами», то в немецком это etwas accusative – verfolgen, без предлога. Поэтому ihre Träume, der Traum, начальная форма мечта, и глагол «verfolgen», слабый глагол, «verfolgen», «verfolgte», «hat», «verfolgt», «следовать за чем-либо». Лилия ist in Liberty unglücklich und zieht nach Freeland mit einem stärkeren sozialen System. Лилия несчастна в Liberty и переезжает во Freeland с его сильной социальной системой. Итак, «ungлücklich sein», «быть несчастным». Опять у нас глагол «нах etwas дати в ziehen», «перезжать куда-либо». «Zеян», «zock» – «ist» «gezogen» – «mit einem stärkeren Sozialsystem», «z более сильной sozialной системой». Начальная форма повторюсь «das System», существительная среднего рода. Ein Ort, an dem sie die Möglichkeit hat, ohne Rücksicht auf strukturelle Einschränkungen in der Gesellschaft zu handeln. То место, где у неё есть возможность, не учитывая структурные ограничения, действовать в обществе, либо функционировать в обществе. Der Ort, место, an dem sie die Möglichkeit hat, где у неё есть возможность, ohne Rücksicht – «не учитывая». Вот данная комбинация именно «on Rücksicht» на русский язык переводится лучше всего этим дейпричастным оборотом «не учитывая». А вообще само по себе слово «die Rücksicht» обозначает именно оглядка, либо уважение, то есть обращать на что-либо внимание. И вот «on Rücksicht» без оглядки, без уважения. И если более такой гладкий перевод, который чаще в русском контексте подходит, это именно «не учитывая». Auf strukturelle Einschränkungen. Die Einschränkung. У нас был глагол выше. Etwas akkusativ einschränken. Что-либо ограничивать. Здесь у нас уже существительное ограничение. Die Einschränkung. «Инде Геселсчафт в обществе». «Игол гол хандель», «дейстово». «Хандель», «хандель», «загель», «загель». «Геандель». «Бефюрвортер negativer Freiheit sympathisieren mit klassisch libertären Gedanken. Sie sehen den Staat als Zwang, der individuelle Freiheit einschränkt. Sie bevorzugen eine kleine Regierung mit wenig Steuern und Regulierungen». Сторонники негативной свободы симпатизируют классическим либертарианским взглядом. Здесь множественное число имеется в виду, начальная форма тоже соответствует форме множественного числа. Сторонники негативной свободы, негативной свободы симпатизируют это слабый глагол, симпатизируют, симпатизируют, симпатизируют они симпатизируют классическим либертарианским взглядом. Существительное такое «данке» переводится, конечно, дословно как «мысль». В словарях вы найдёте именно данную комбинацию, но также данное слово, когда речь идёт о каком-то восприятии, здесь у нас какое-то либертарианское восприятие, то это имеется в виду, конечно же, взгляды. Они симпатизируют либертарианским взглядом. И обратите внимание на предлог «мит». В русском языке без предлога они симпатизируют кому-либо. В немецком языке симпатизируют «мит etwas dativ». Они видят государство как насилие, либо как принуждение, которое ограничивает индивидуальную свободу. Der Staat, государство, глагол «sehen» видит, «sehen», «захат», «гезэн», «der индивидуэле Freiheit einsчрэнкт», «которые ограничивают индивидуальную свободу». Повторюсь, «einschränken», «schränkte», «ein», «hat», «eingэн», «гэн», 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 «гэн». Предпочитать что-либо. «Bevorzugung», «bevorzugte hat bevorzugt», «eine kleine regierung», «маленькое правительство», «mit wenig steuern», «с низкими налогами». Обратите внимание на эту комбинацию. Кажется, мелочь неважна, но я думаю, что русскоговорящий человек, учитывая то, что в русском так не говорится, на немецком такую фразу сам не скажет. А она имеет право в немецком на существование, «mit wenig steuern» обозначает «с низкими налогами». Можно сказать и «niedrig», абсолютно спокойно, но «mit wenig» тоже хорошо звучит на немецком. Und regulierungen и с регуляциями. Befürworter der positiven Freiheit identifizieren sich meist als Sozialliberale. Sie wollen meist einen großen Sozialstaat, der für eine gerechte Umverteilung des Wohlstands sorgt und gleichen Zugang zu Chancen bietet. Befürworter der positiven Freiheit identifizieren sich meist als Sozialliberale. Сторонники позитивной свободы идентифицируют себя чаще всего Sozialliberalами. Der Befürworter, уже знаем, сторонники, sich identifizieren, слабый глагол, «сих identifizieren», «identifizierte», «hat identifiziert» и «sozialliberale», думаю всем понятно, «sozialliberale». Sie wollen meist einen großen Sozialstaat, der für eine gerechte Umverteilung des Wohlstands sorgt und gleichen Zugang zu Chancen bietet. Они хотят чаще всего большое большое социальное государство, которое обеспечивает справедливое перераспределение богатства и предлагает равный доступ к шансам. Итак, sie wollen meist einen großen Sozialstaat. Der Sozialstaat – социальное государство. То есть они чаще всего хотят социальное государство, der für eine gerechte Umverteilung des Wohlstands sorgt. Für etwas Akkusativ sorgen, чем-либо обеспечивать. Gericht – справедливый. Umverteilung – перераспределение. И существительное. Der Wohlstand обозначает богатство. Получается, которое обеспечивает справедливое перераспределение богатства. Und gleichen Zugang zu Chancen bietet. Глагол bieten – предлагать что-либо, либо предоставлять. Это сильный глагол. Bieten bot – hat geboten. Der Zugang – доступ. Получается, и которое предлагает, либо предоставляет равный доступ к шансам. Zu Chancen. Начальная форма существительного – die Chance женского рода. На этом наша общая работа с вами завершена. Я с вами попрощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Но ваша работа продолжается. Сейчас всё видео проиграется ещё раз. И уже после наших обсуждений, я думаю, вы сможете насладиться тем, что вы будете данное видео, если не полностью, то уже намного лучше понимать. Ну что, берегите себя. До следующего раза. Пока! Исайя Берлин Валерий Кузьмин Продолжение следует... Er macht die Behörden nicht. In Freeland gibt es hohe Steuern für das Gesundheitssystem. Frank fragt sich, warum er für andere zahlen soll. Er wünscht sich Freiheit von diesen Steuern. Frank trainiert gerne abends vor seinem Haus, wenn seine Kinder im Bett sind. Kürzlich verbot Freeland das öffentliche Training nach 22 Uhr. Frank findet, das geht die Regierung nichts an. Er will Freiheit von solchen Gesetzen, die seine Freizeitgestaltung einschränken. Und es gibt noch etwas. Frank mag keine öffentlichen Schulen. Er hält sie für nutzlos und würde seine Kinder lieber zu Hause unterrichten. Aber in Freeland ist Homeschooling illegal. Frank findet das empörend und wünscht sich Freiheit von Schulpflicht. Schließlich hat er genug und zieht nach Liberty, wo die Steuer niedriger und die Regierung kleiner ist. Dort glaubt er mehr Freiheit von äußeren Zwängen zu haben. Lilly ist bereits dort und fühlt sich gefangen. Lilly brach sich kürzlich das Bein. Sie braucht eine Operation, aber Behandlungen sind in Liberty teuer. Für die Bezahlung muss sie einen Kredit aufnehmen. Sie findet das System unfair und hat nicht die Freiheit auf bezahlbare Gesundheitsversorgung. Die Ungerechtigkeit erinnert Lilly Tag ein Tag aus daran, dass sie Richterin werden will. Aber ihre Familie ist arm und sie kann sich die Studiengebühren nicht leisten. Ein weiterer Kredit macht ihr Angst. Schließlich fühlt sie sich nur noch frustriert und verbittert. Sie glaubt, dass sie keine Freiheit hat, ihre Träume zu verfolgen. Lilly ist in Liberty unglücklich und zieht nach Freeland mit einem stärkeren Sozialsystem. Ein Ort, an dem sie die Möglichkeit hat, ohne Rücksicht auf strukturelle Einschränkungen in der Gesellschaft zu handeln. Befürworter negativer Freiheit sympathisieren mit klassisch libertären Gedanken. Sie sehen den Staat als Zwang, der individuelle Freiheit einschränkt. Sie bevorzugen eine kleine Regierung mit wenig Steuern und Regulierungen. Befürworter der positiven Freiheit identifizieren sich meist als Sozialliberale. Sie wollen meist einen großen Sozialstaat, der für eine gerechte Umverteilung des Wohlstands sorgt und gleichen Zugang zu Chancen bietet. Bis zum nächsten Mal.